Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Сыропятов Михаил Борисович. Я являюсь аспирантом Южно-Уральского государственного университета. Также по выходным я провожу бесплатные инклюзивные кружки по робототехнике, радиоэлектронике, нейронным сетям, математике, лего-конструированию. Зачем нужно лего-конструирование? Лего-конструирование позволяет развить мелкую моторику пальцев ребенка, так как в дальнейшем, переходя на робототехнику, очень важно, чтобы пальцы привыкали к маленьким деталям и к работе, можно сказать, микро-работе. В начале занятия я раздаю всем детям инструкции, что конкретно нужно им выполнить. Соответственно, занимаются они, так как разное время занятия у каждого ребенка, соответственно, кто-то занимается робототехникой, кто-то лего-конструированием, некоторые вообще в первый раз приходят, ребята, и я начинаю с ними заниматься, если это прямо занятие с нуля, то, соответственно, самые легкие задания, такие как построить кирпичную кладку. Давай, ставь, нажимай, нажимай на него. Для мелкой моторики, естественно, после того, как можно собрать какое-то здание, неважно, можно даже какой-то автомобиль или по инструкции, можно после этого брать маленькие, совсем не так, и самые маленькие из набора, и, можно сказать, делать ими декоративные украшения. Давай, 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 вот куда им декоративно, сюда. Да, ну и тогда вот так. Вот, дальше, видишь, вот тебе еще декоративно. Ну-ка давай, помогай, сюда сделай. Смотри, что бывает. Вот, давай сюда. Давай, вот так. Вот, молодец, дальше. В первый раз обычно дети, конечно, протестуют временами против того, как заниматься, но постепенно они включаются в работу. То есть, изначально можно делать с ними то, что интересно им. Допустим, ребенок пришел, истерит, говорят, что он не любит собирать, но при этом любит разбирать. При этом можно дать ему конструкцию какую-то, сказать, помоги мне разобрать ее. Естественно, в этот момент ребенок берет эту конструкцию, начинает разбирать и постепенно втягивается в процесс. Итак, Лена, разбери, пожалуйста. Если ребята приходят, которые собирали до этого уже кирпичную кладку, могут собрать дом, соответственно, мы переходим к ним уже конкретным инструкциям. Строго по листкам собирать. Крокодила будем собирать с тобой? Да, там после этого крокодила. Давай соберем крокодилу. Выполнение инструкции позволяет ребенку не только выполнять инструкции для конструирования или робототехники, а точно так же в дальнейшем, в повседневной жизни, тоже выполнять чьи-то инструкции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если же ребенку совсем трудно заниматься, у него он отвлекается, не может заниматься, то достаточно все равно с ним хотя бы сделать какие-то основные шаги, то есть взять какую-то все-таки платформу, взять какие-то кирпичики и построить постепенно. Даже если он не смотрит, отвлекается, не хочет это делать, постепенно эти движения уйдут до автоматизма. Скорее всего, после этого он сможет заинтересоваться этим. После, естественно, того, как он заинтересуется, можно переходить дальше, опять начиная с кирпичной кладки и так далее. Он растающий. Если на первых занятиях ребенку трудно заниматься самостоятельно или в новой компании, то очень важно, чтобы, естественно, в этот момент присутствовал с ним родитель или сопровождающий, к которому он уже до этого привык, помогал ему при этом собирать инструкцию или задание, которое было сказано. Тем самым ребенок попадает в благоприятную для него среду, которую он может уже спокойно заниматься тем, что ему сказали. После того, как вы дали ребенку инструкцию, можно в каком последовательности выполнять ее. Изначально вы должны подготовить ребенку все детали абсолютно, которые требуются в данной конструкции, чтобы он их выполнял. Это первый этап. Второй этап. Во втором этапе ребенку можно давать уже на подложке какие-то детали, смешанные с другими, чтобы он хотя бы как-то находил. То есть видел, что есть еще другие детали, но при этом все детали, которые нужны для его инструкции, находились точно так же на этой подложке. И он мог спокойно их найти и, соответственно, собрать. Третий этап. Третий этап. Это уже конкретно ребенок сам ищет все детали, то есть они перемешаны совершенно с разными деталями, и он сам себе находит те детали, которые нужны ему для инструкции. И есть четвертый этап. Четвертый этап включает в себя момент, что ребенок заменяет те детали, которые отсутствуют, на похожие, соответственно, детали, по цвету другие, либо они немного длиннее, соответственно, либо другие размеры. В этом случае ребенок проявляет фантазию, проявляет креативный подход. Постепенно мы подходим к тому, что ребенок, соответственно, сам начинает уже собирать собственные инструкции. Важный момент, который стоит обратить внимание, что если ребенок пришел, и если вы родитель, вы боитесь его приводить из-за того, что он плохо себя ведет, то это ничего страшного. То есть в момент того, как он даже начинает буянить во время того, как собирает, то он все равно хотя бы какую-то деятельность сделает. То есть начальный этап все равно есть, главное, как говорится, начать. То есть постепенно все строится по кирпичику. Если даже ребенок ничего не делает, он все равно следит за процессом, как все собирается, как другие дети все-таки занимаются, слушает, наблюдает, и у него все равно это откладывается все постепенно. И постепенно он, естественно, также начнет заниматься и сам. В любом случае он, в конце концов, заинтересуется. Что это значит? Для родителей, то есть это значит, что не стоит бояться приводить детей на такие занятия, то есть если вы думаете, что он вообще ничего делать не будет, потому что все равно делать-то что-то надо. И с чего-то надо начинать. И такие занятия, они очень помогают на самом деле детям как раз-таки ворваться в эту атмосферу. А если вы педагог, то, естественно, тоже важно понимать, что ребенок, даже если не занимается, в этот момент он наблюдает, он слушает, то есть у него тоже идет занятие. Конечно, не самым лучшим образом происходит, но тем не менее, как начальное зарождение, это прям замечательно. Главное не забывать ему, естественно, постоянно все-таки подкидывать идею, то есть она вам помоги, может кирпичик какой-то поставь просто куда-нибудь, чтобы он хотя бы как-то там взаимодействовал, да? Или вот это основное, кстати, помоги мне. То есть даете говорить, помоги мне. Владислав, а где у вас кирпичик? Где у вас кирпичик, молодой человек? Держи, вот он кирпичик, давай. Поближе-то сядь, что ты куда-то пинулся? Иди сюда. Вот тебе кирпичик еще мой, держи, второй еще кирпичик. Давай. О, давай, вот сюда. Помоги, помоги мне сюда. Это кирпичик-то мне, помоги сюда добавить. Влад. Все, Влад закрывается. Дай мне один кирпичик. О, молодец. А теперь на тебе один кирпичик и давай его сюда. Давай, давай, давай. Не отвлекайся. О, дальше. Еще. Пошел. Так. Ну-ка. Вот, молодец, сам бери. Сам бери. Молодец. Пальчиком дари, дави пальцем. Выдавливай. Дави еще пальцем. Вот. Дальше, дальше, пошел. Э, смотри, смотри, вот. Так. Давай, давай, давай. Такой подход, как помоги мне, важен не только на занятии, но и в повседневной жизни он тоже может помочь ребенку. Так как родители могут это использовать просто в бытовой, допустим, жизни. Как, помоги мне убрать со стола. И после этого ребенок, соответственно, тоже будет понимать, что он с родителем вместе это делает и будет помогать родителю, а как бы не сам убираться. Это очень мотивирует ребенка выполнять данные задания. Каждому есть свой подход. То есть в данном случае мальчик не очень хотел собирать на самом деле, но постепенно, то есть он сначала спокойно сидел с девочкой, волонтером, и собирал кирпичный домик. После чего, естественно, ему уже это не понравилось, он немного устал. Сначала к нему был подход какой? Строгость, конечно, да? То есть давай, делай. Влад, садись. Нет, мы не будем чем-то другим заниматься. Давай сейчас занимаемся. После чего у него поведение через некоторое время, конечно, началось давать сопротивление. То есть вот этому жесткому подходу. Вот. И был применен следующий подход. То есть уже вместо того, чтобы жестко за ним следить, вот к нему применялся подход такой, что на кирпичик, на помоги мне, вот мне нужно здесь опять же сделать. Он начинает помогать, опять же, строит кирпичики, причем нахрапом. Он взял, начал собирать, собирать, вообще не останавливаясь. Вот. И в конце концов даже это, естественно, ему надоело, так как все-таки все мы люди, у нас когда-то поведение кончается, начинается следующее. И вот был применен к нему следующий подход, третий. То есть уже показываешь, концентрируешь все его внимание только на этом процессе. Говоришь, вот у меня деталь есть, у тебя одна деталь есть, давай быстренько, мы сейчас с тобой все это сделаем. То есть в этот момент он начинает, не начинает обращать ни на что внимания вокруг, кроме вот этого процесса. Владислав, вперед, погнали. Давай, кто быстрее? Я делаю сюда. Давай ты теперь, бегом. Вот, ну-ка еще я сюда встрою. Дальше бери. Бери, бери, быстрее. Бери, бегом, бегом. Вот, молодец. Давай я тоже делаю. Так, нет, не так. Давай, ты строй. Делай, делай, делай. Ну-ка, ты, ты стрим. Ага, хорош. Ну-ка, давай дальше. Вот, пошел, пошел, пошел. Так, смотри, смотри, видишь здесь. Ну, вот так вот. Вот. Давай, 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 дальше. Концентрируй внимание полностью. Влада на том, что он собирает. То есть не на окружающей обстановке, а именно показываем, что сейчас важно, это то, что он собирает. И я помогаю ему. То есть все внимание у него упирается в это, он начинает собирать. Все, наоборот. Так. Ну-ка, ну-ка, это мой кирпич. Это мой кирпич. Влад, смотри. Смотри, это мой кирпич. Твой вот. Твой вот. Давай. Давай, давай, давай. Вот, молодец. Так, еще где кирпичи? Отлично. Ну-ка еще. Вот смотри, быстрее, 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 вон он, вон он. Вот здесь еще. Ага, еще где кирпич один? Где еще один кирпич? Где еще один кирпич? Где еще один? Вон он, смотри. Давай сюда. Все, отлично. Теперь декорации. Теперь уже просто украшай. Куда им строить? Поставь сюда, поставь вот это вот, то, что у тебя в этой руке, по стороне, прячь, вот сюда вставь. Пошли. Уйди. Все, я пошла. Я пошла. Вы хотите что-то делать, я уйду. Мне не понравилось, я сказал, я делаю. Я уйду. Все, пока. Вот, дай вот этот мято. А, минимум, да. Э, 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 э. Люка! Так, ну тогда я остановлюсь. Все, ладно. Ты позвать хочешь, что я, правда? Да, давай, давай, давай. Все, ты сделал, ты молодец. А ты правильно сделал? Ты же неправильно сделал, посмотри. Посмотри на инструкцию. Арсений, ну-ка, внимание. Посмотри, посмотри, посмотри. Ты понял, что ты неправильно сделал? Да. Смотри. У нас должны быть лапки с двух сторон. Вот как здесь. И с двух сторон лапки. Дети на занятия приходят совершенно разные. Не только с расстройством ампистического спектра, также бывают с разными нарушениями. Гиперактивность и, допустим, задержка речевого развития. Совершенно разные. В этот момент очень важно не обращать детей внимания на то, что у них есть нарушения. Главное, сконцентрировать их на какой-то задаче, на какой-то инструкции. Чтобы они вместе делали задание, они в этот момент в игровой атмосфере просто не замечают на то, что у кого-то из них есть нарушения, выполняют все вместе и проявляют социальную активность. И дети после этого взаимодействуют замечательно. Важный момент, когда ребенок сделал задание свое, сделал инструкцию, дать ему другую, соответственно, либо присоединить на другое задание. Но нужно обращать в этот момент на то, устал ли ребенок. Если он устал, то тут нужно дать задание попроще, соответственно, чтобы он, так сказать, добил все свои силы, отдал их на занятия. Если же ребенок был заинтересован до конца и видно, что он еще готов продолжать, то можно пересадить его на более сложное задание. На компьютер, допустим, выполнить какую-нибудь программу небольшую, какую-нибудь обучающую игру. В данном случае у нас донат уже в новый консультант. Инструировал, как раз трудное занятие на программирование, на обучение. Часто в своих занятиях я как раз таки так и делаю. Я пересаживаю детей после выполненного задания, допустим, на компьютер. Кто-то из них сидит на компьютере, выполняет программку, которая обучает, как раз таки, программированию, логике, памяти, мышлению. Это очень важно. В этот момент другой ребенок, допустим, собирает лего. После того, как один из них выполнил инструкцию, допустим, кто-то прошел на программирование в какой-то период, а второй собрал крокодилов, то они меняются местами, соответственно, и первый идет уже сидеть, садиться за лего, а второй идет программировать. Вы проверяете на правильность написания. В данном случае правильно ли у вас вообще работает этот программ или идет? Поднажмите и выполните. Смотри внимательно. Раз, два. Чего не хватает? Третьего. Это и есть отладка. Когда ты сейчас добавишь еще третьего, это будет отладкой. А где опять? Мы пропусили, что любит тебя. Можно на Сене. А у нас Сеня занимает божепротезы. Я делаю программу, чтобы робот добрался до своей цели. Да, замечательная программа, кстати. То есть и детям помогаем, и всем. На самом деле, даже я, когда я проходил, мне было очень интересно. Есть одно задание, надо придумать как. Есть ограниченные рамки. И в ограниченность надо было попадать. В1 – это процедура. Значит, мы можем здесь составить программу большую, но здесь она будет занимать меньше места. То есть, смотрите, мы составили вот здесь путь, а он занимает, ну, допустим, вот 8 клеточек, а тут она занимает одну клеточку, и он бьет. Немаловажный момент, что на занятии дети занимаются разными вещами. То есть, кто-то занимается лего, кто-то занимается роботами, кто-то занимается программированием. В этот момент дети очень часто смотрят друг на друга, чем там занимаются другие ребята. Те, которые, допустим, ребята на лего-конструировании, им очень интересно посмотреть, как там собираются роботы. То есть, это что-то новое. Но я сразу же говорю, что для того, чтобы это собрать, нужно сначала научиться собирать обычное лего, классическое. Соответственно, ребята в этот момент получают мотивацию, они начинают собирать быстрее, с интересом, между прочим. И, соответственно, в какой-то момент я понимаю, что все, ребенок уже достиг уровня, ему нужно пересаживаться на робототехнику. В этот момент я его просто сажаю на робототехнику, и дальше он видит, как еще какие-то птицы, допустим, ходят по лабиринту. То есть, это уже программирование. Он начинает интересоваться этим. Я говорю, сначала тебе нужно уже собирать роботов. Потом мы будем понимать, как их программировать. И ребенок стремится постепенно, смотря на людей вокруг, на детей вокруг, и понимает, что ему есть куда идти, можно сказать. Он получает, еще раз скажу, мотивацию, и начинает усерднее заниматься в этот момент на занятии. Хороший пример Полина. Собирается просто замечательно. От обычного классического ляга до робототехники. Но при этом есть особенность. То есть, в любом случае, Полине нельзя отвлекаться от сборки. По очереди ей трудно собирать. То есть, в этот момент она начинает появляться. Когда она полностью от и до собирает робота по инструкции, она может в любой сложности построить. Спокойно, сама без ошибок. Как вот сейчас видим. Субтитры получил потребность. И Matti кричит. Здравствуйте, меня зовут Елена. По центре я узнала из интернета, ну и решила сюда привезти своего ребенка. Сначала она собирала лего-игрушки, потом перешла на робототехнику. У нее получается, преподаватель ее хвалит. Ей очень интересно, она с удовольствием сюда ездит заниматься. За два года работы нашего центра у нас побывало более ста детей. Не просто побывали, дети занимаются. То есть они занимаются до того момента, пока у них начинает что-то получаться. А потом уже родители принимают решение, либо продолжать ходить к нам, либо в другое прекрасное место. То есть дети... Мы показываем родителям и показываем педагогам, что с детьми можно, что с детьми нужно заниматься, что у них все равно все получится рано или поздно. На занятия очень часто приходят специалисты по другому профилю. Допустим, по математике. Математику всегда можно объединить тоже с лего-конструированием, соответственно. Так как у нас в лего-конструировании есть какие-то размеры, да? Соответственно, по ним можно изучать также математику. Вот это равно или это неравно? Вырубает. Неравно. Почему неравно? Равно. Равно. С миджей по-моему. Чем надо ответить. Когда мы собираем лего-конструкторы, я предлагаю следующее. Вот это у меня есть на телефоне. Можно использовать на телефоне эту игру. Развитие логики. Это различные задачи текстовые. Которые тоже так же развивают. И у нас развивается ассоциативное мышление, визуальное мышление. То есть мы видим. И через такие задачи простые. Например, на тарелке две конфеты, одно пирожное, три груши. Сколько фруктов на тарелке? То есть представлено здесь ответы. Два, три, пять, шесть. То есть ребенок решает такие задачи. Вот это простые задачи, да? Допустим, простые решают очень быстро, но постепенно в этой игре задача усложняется. То есть он проходит эти этапы. Вообще игра насчитывает 2500 задач. Ребенок решает, значит, от простого движется к сложному. И уже через вот эти этапы его прохождения, количество очков, то есть понятно, на каком уровне ребенок. Подумай, хорошо, куда мы перетянем. Вот сюда медведь, а туда игрушка. Лень, подумай, хорошо. А вот здесь у нас что стоит? Что находится? Ты здесь сюда его помещаешь? Нет, сюда у меня медведь. Он же еще и игрушка. А вот здесь у меня, вот сюда помещу. Есть? Замечательно. Он у меня будет и медведем, и игрушкой. Очень важно, когда ребенок долгое время был закрытым, и после этого начинает собирать, открываться другим детям, разговаривать с ними, общаться, показывать свою конструкцию. В этот момент очень важно проявлять неупоощрение, то есть похвалить, погладить по голове, конфету дать, что угодно. Это ребенок запомнит, и после этого начинает проявлять данное поведение еще много раз. То есть если он до этого был закрыт, начал открываться, сразу сказали, что он молодец, он запомнил, и, соответственно, в дальнейшем, скорее всего, точно так же будет делать так дальше. После занятия, обязательно, которое длится обычно по 45-50 минут, ребенок должен отдохнуть. Очень важно обратить внимание ребенка на то, что те, кто хочет отдыхать, пусть отдыхают, а те, кто хотят что-то дособирать, пусть сначала дособерут и потом уже отдохнут. Потому как некоторые инструкции или задания, ребятам трудно сразу же уйти на отдых, потом вернуться, они лучше дособирают сначала какое-то задание, а потом уже, соответственно, отдохнут. Если мы устали, мы разгадываем загадки, мы смеемся, отдыхаем. Под деревом четыре льва, один ушел, осталось два, но ответ не всегда такой, да, под деревом четыре льва, один ушел, осталось, значит, три. Если хорошо все сделаете, давайте так, если быстро хорошо все сделаете, то я вам обещаю, что будет много 3D-ручки, договорились? Важный момент, если, допустим, ребенок, в моем случае, есть такой момент, что ребенок спрашивает, а будем ли мы заниматься 3D-ручкой? Я сразу же говорю, если вы соберете у меня робота до конца, за короткий промежуток времени, чтобы хватило времени на 3D-ручку, то, соответственно, я вас посажу, и вы будете делать, что хотите, с 3D-ручкой. В этот момент тоже ребенок получает дополнительную мотивацию, он слышит, что после того, как он сделает инструкцию, у него будет поощрение, да, он получит награду, которой он идет. Соответственно, они собирают намного быстрее роботов, так как они знают, что Михаил Борисович обязательно даст им поощрение. Важно заметить, что поощрение тоже должно быть развивающее. То есть не просто конфетка, а, как я уже говорил, допустим, 3D-ручка, да, оно развивает пространственное мышление, допустим, можно собрать стул, да, в 3D-пространстве, в 3D-пространстве, что очень влияет на ребенка, естественно, абстрактное мышление у него начинает развиваться в этот момент, ему интересно это делать. И при этом поощрение тоже заставляет его голову работать, а это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok